Канал Ronenstein Айнс представляет только для вас и только из Испании на берегу Средиземного моря Смотрите Ну что ж, я продолжаю осматривать местные испанские достопримечательности Деревня называется Санта Сюзана У нас здесь есть церковь, несколько башен Какой-то рыцарский замок И в общем, пойдем посмотрим, что найдем, то и за с ним Везде расставлены вот такие информационные доски Это чтобы туристы не заблудились Какой-то испанский закололок Это канал, идущий к морю Тротуары здесь как-то забыли выложить Ну, вот такие вот типичные испанские заборы Стивиль Аведуков Это сам канал, достаточно длинный, я так прикидываю Минимум километра полтора-два От этого кольца на перекрестке дороги до моря Воды здесь нету Может быть что-то здесь и весной бывает Но сейчас здесь сухо Зато кругом все разрисовано граффити Единая Европа и единая сеть магазинов Немецкий Лидл в Испании Вот на той горе я был вчера Не обнаружив там ничего удивительного Ну, идем посмотреть церковь, башню и какой-то замок Испанский светофор Такая приличная развязка Для испанской деревни Это походу церковь Но это уже на обратном пути Я забегу сюда тоже Итак, я сейчас здесь А мне надо Вот сюда Идем Ну так, это первая башня Подалеку, еще поближе, гляну Моя вчерашняя Гора подъема Двух-трехкомнатные квартиры строят По московским ценам 195 тысяч евро Это, наверное, подарок Итак, я обнаружил Древнегреческие колонны Вот так их строили древние греки А строили них даже и в Испании Целый колонный зал Нет, это просто баскетбольная площадка Я тут подумал, если этот канал прочистить Из него получится Не очень широкая Но дорога Можем даже метро По нему пустить А вот эта вот Местная школа Вот интересно На английском School По-русски Школа По-испански Escola Вот такие вот Преобразования языков Идем туда Там какая-то башня Пристроена Не удалось зайти Прямо перед моим носом Закрыли ворота Мы уважаем частную территорию А теперь посмотрим Как испанцы приспосабливают Старые башни Электробудки Что это вообще было Для новых нужд Пристроили Цех по ремонту чего-то Ну, походу, здесь Машины, которыми убирают улицы И вот такая вот башня Пришел с утра на работу Помолился И поехал чистить улицы Ну, а тут, как мы видим Еще не успели как следует Расчистить Забетонировать И канал вроде бы как Недоделан Ну, вот это, я как понимаю Жилые Испанские Кварталы Вот в таких Человеченьках Обитают местные аборигены Ну, это стоянка Перед домом Апартаменты здесь Явно не сдаются Ну, а туристы сюда Обычно Не доходят Как мы видели У них Своя Прибрежная Территория Ну, в таких домах Живут походу Испанцы Среднего класса Отдельная улица По-немецки Эти домики Называются Райнхойза Кетенхойза Тонхаус По-моему По-русски Какой красивый Кактус Прямо у дома Метра четыре Нехило У нас в Германии Такие не растут Вот местные Испанская береза Ну, вот я Практически Приблизился К заброшке Что-нибудь Называют Замком Шлёсом По-русски Если честно Я иду Вижу Какой-то Старый сарай Перед собой И ничего Особенного В нем Нету Я просто думаю Что туда Даже просто Не стоит идти Потому что Здесь еще Вдобавок Огорожена Заброшенная Машина Я подниму Сейчас камеру Повыше Посмотрю И вот это Типа на плане Города Обозначалось Как замок Я вообще В шоке В общем Эти кусты Я не полезный Здесь Что-то Лазит Старый сарай Какая-то Рухлядь Но видно Сделано Из красного Кирпича Все Идем Смотреть Церковь Ну так Иду Посмотреть Церковь Не знаю Тетка Идет Наверное Пройти Можно Тетка С собакой Взяла На поводок Вот Типичные Испанские Поля И Барбос На Молодники Я Искус Я Говорю Сколько Я Уже Раз В Испанию Не Приезжал Я Всегда Удивляюсь Как На этой Глине И Камнях Вообще Что-то Может Расти Деревья Растут Что-то Сажают Тоже Вырастает Но Для Этого Нужна Вода И Отличный Полив Откуда Они Сюда Здесь Раньше Закачивали Подкачивали Где У них Водохранилище Канал Я Сейчас Вам Показал Вы видели Он был Абсолютно Пуст Так Ну Вот Она Церквушка Идем Смотреть Что здесь Можно Рассмотреть Идак Нашему Вниманию Предстает Полузаброшка Тут Походу Были Ворота Но Их Снесли Вид Здесь Конечно Совсем Не музейный И Что В этой Ерунде Сейчас На самом Деле Я Не знаю Свежая Кладочка Что Тут Пытались Пристроить Шланги Для Пальев Видны От Походу Башни И Это Наверное На данный Момент Какое-то Жилое Помещение Остатки Старых Стен Новая Пристройка Это Ребят Не церковь Жилой Дом В Башне Вот Такие Курятники Пристраивают Местные Аборигены Сейчас Ну Просто Профессионал Строительного Мастерства Ну Типичная Скала Испанская И Как видим Дорога Идет Вверх Вот Какая-то Труба Заброшенная Сарай В середине Поля Из него Торчит Труба То ли Электрободка Была То ли Еще Что Непонятно Идем Дальше Но Это Недострой Испанский Автобан Когда Недостроит Вот Иписание Этой Башни Ну Судя По цифрам Это Постройка 16 Века Называется Она Патримоний Что здесь Написано Испанском Ничего Не понимаю На английском Что-то Есть Но Смысла Читать Нету В 1805 Году Что-то С ней Делали Ну А так Честно Говоря Ни О чем Ну А вот Местная Наверное Церковь Вон Сюда Местные Испанцы Ходят Молиться Богу Что Мы С вами Сейчас И Видим Окошко С решетками Низа Тоже Окна С решетками Перепад Высот Надеюсь Заметите Я камерой Пролез Церковь Кабы Внизинки Но На ней Достаточно Приемистый Колокол Для Размера В этой Башне Выходим На дорогу Там еще Что-то Заброшено Я не хочу Тут лазить По траве Вот по таким Вот Выкашенным Камышам Вот это Наверное Самый знаменитый Мост В этой Деревне Сделали Из старых Шпал Видите Остались Дырки Еще От пробитых Гвоздей Ну Мост Держит Стоять Можно Опять Я вышел К местному Бассейну И Вот Пустой Канал Без Воды Вот Чем Они Здесь Поливали Вот Это Опять То ли Церкву То ли Башня Они Уж Сами Не Знают 15 16 19 Век Очень Уж Смахивает На Современную Электрическую Будку Ну Что Как Вы Думаете Это Сухой Фонтан Да Нет Это Баскетбольная Площадка По-испански Рядом Опять Женемерский Немецкий Бюргер Кинг Вот Старые Здания Типа Допотопные Которые Нам Остались От Той Прошлой Цивилизации Но Честно Вот Такую Интеграцию Никогда Не Видел Он Сейчас Пройдем Мимо Смотрим По сторонам Это Все Дом Да Ступеньки Чтобы Заходить Специальный Путь Чтобы Заезжать Наверное На инвалидном Кресле Отдельно Сделали Я Выхожу За угол И Что Мы Видим Это Дом Конечно же Дом Только Этот Дом Как-то Сросся Очень Вот С этой Церковью Ребра Видите Усиление Наверх Тоже Все Видно Там Колокольня Вот Этот Не Знаю Мужик Какой-то Батала Что За Батала Кто Его Знает Решеточки И Смотрим Дальше Оригинальную Испанскую Интеграцию Разделения Нет Абсолютно Никакого Дом Строен В Церковь У Нее Просто Вмонтирован Или Церковь Вмонтирована В Дом Церковь Называется Санта Миссион Судя По Надписи Она 1962 Года Но Я Сомневаюсь Что Здание 1962 Года Так Мы Видим Вход Одно Окно Второе Колокольня Еще Одно Большое Большое Круглое Окно И Вот Этот Вход Явно Пристроенный Дверка Современная Не знаю Открыто То есть Панцы Закрыто В Германии Обычно Открыто Но Нас Тут Не Ждали Ну Как Я Вижу Внутри Ничего Интересного Но Самое Интересное Как Сказал Это Интеграция Жилого Дома В Церковь Вот С Этой Стороны Еще Раз Обошел Ну Вот Это Походу Местная Управа И Висит Каталонский Флаг С 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 Кафе Небольшая Можно Зайти Попить Кофе И Спокойно Идти Загорать На пляж В общем Никаких Интересных Артефактов В этой Деревне Я так И Не Нашел Наверное Здесь Просто И Нет В В С С С С Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Щит, меч и все. И больше ничего. И больше ничего. Ну все, я думаю, вам хватило осмотра немецкой точки зрения на испанскую жизнь. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, делитесь видео, ставьте лайки. Всем пока. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.